Мир вам, братья и сестры, и христиане! Адвентисты — это родня свидетели. Так называется сегодняшняя проповедь. Буду говорить сегодня не только адвентистам седьмого дня, братья и сестры, а в целом о сторонниках соблюдения субботы, или как еще называют субботники. Сюда можно отнести и так называемых духовных субботников. Да, может, они не так сильно в заблуждении находятся, как и в 27-го дня, но все равно это, скажем так, плоды из этого же дерева соблазна. Когда мы говорим о свидетеле Иеговы, то многие христиане понимают, что это больше можно ехать нести к псевдохристианству, как мормоны, свидетели Иеговы. А вот Адвентисты седьмого дня — это христиане, потому что они верят в Троицу. И как бы считают, что, например, евангельские христиане, баптисты, пятидесятники, они считают, что это христиане, но которые немного заблуждаются. Но они не так опасны, например, и это нельзя назвать псевдохристианами, как, например, сторонников свидетелей Иегова, учения свидетелей Иеговы. Это ошибка, братья и сёстры, прямо скажу. Более того, можно сказать, что Адвентисты седьмого дня — это своего рода, знаете, как бы это блудная мать, блудной дочери, которая является сторонником учения свидетелей Иеговы. Это как бы дочь, а Адвентисты седьмого дня — это как бы матерь. И поэтому опасность её не меньше, нежели самой дочери. И, скажем так, грек её не меньше, чем нежели самой дочери. Как родилось учение Адвентистов седьмого дня? Фактически оно родилось с обольщения. Уильям Миллер, баптистский проповедник, делает своё родо такое сенсационное заявление о том, что 22 октября 1844 года будет пришествие Господа Иисуса Христа. Это учение насколько увлекло многих крестьян, что они оставили всё и буквально ждали этого дня. И когда пришёл этот день, не пришёл Господь Иисус Христос, многие разочаровались, но некоторые всё-таки остались, сделав вроде бы некоторые выводы и образовали группу, которая с 1 октября 1860 года называлась Церковь Адвентистов седьмого дня. При этом, братья и сёстры, хочу вам сказать следующее, что, может, не все слышали об этом, что в начале зарождения вот этого учения Адвентистов седьмого дня, ещё раз говорю, оно родилось фактически с группой людей, которые последовали за обольщением. и так, и, можно сказать, и не раскаялись. Потому что баптистское учение, оно более прогрессивное, это евангельское учение, а вот это отклонение, которое были выходцами с баптизма, это отклонение, это не что иное, как, конечно же, ересь. Я бы даже сказал, это псевдохристианство. Это очень опасное учение. Вы знаете, когда я читал комментарии Адвентистов седьмого дня, которые объясняют свои позиции, свои учения, и вместе с тем, когда-то я сталкивался с учением и Сторожевой башни, с учением Свидетеля Иеговы, вот эти журнальчики ихние «Пробудись», «Сторожевая башня», то, что я заметил, даже тогда, когда я ещё делал относительно, можно сказать, первые шаги в своём служении, это было более 20 лет назад, я заметил то, что эти комментарии очень похожи по своей сути, по своему почерку, комментарии, которые объясняют учение Адвентистов седьмого дня, они очень похожи с комментариями, которые излагаются и объясняют учение Свидетель Иеговы. И вот первые сторонники Адвентистов седьмого дня, они тоже были противниками Триединства Бога. позже они приняли уже это учение у троиц, но вначале они тоже были противниками, какими являются противники и Свидетель Иеговы. Ну, хочу зачитать. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие и говорили, что должно обрезать язычник и заповедать, соблюдать закон Моисеев. Сторонники Субботы это является и дальше вот это учение фарисейской ереси. Вначале иудеи пытались искоренить христианство и буквально убивали христиан. Часть из них уверовали Иисуса Христа, но враг их дальше использовал. Они верили о том, что мало просто верить Иисуса Христа, нужно еще соблюдать закон. Часть делали неосознанно, а часть делали, возможно, даже осознанно. Почему я говорю возможно? Потому что я не могу знать, конечно же, что делалось 2000 лет назад, что в сердцах многих иудеев было. И, как правило, как показывает практика, что часть людей делает грех осознанно, а часть неосознанно. Поэтому я и так выражаю свою мысль, братья и сестры. Я имею право так говорить. Есть в этом здравый смысл. Два остальных черных столба, я бы так назвал, фарисейской ереси это непринятие Иисуса Христа как Бога. Отвержение Троицы. Потому что Израиль, он не понимал еще учения о Троице. Учение о Троице было открыто уже позже апостолам. Это было тайно. Они верили в одного Бога, но не в единого Бога. так, как мы знаем три единого Бога. Конечно же, мы понимаем, что Отец, Бог Отец, Он является главой, и Сам Господь об этом говорил, что Отец более меня. Но Иисус Христос, и Дух Святой, они тоже имеют Божественность. И нельзя их пускать на уровень, это просто будет неуважение, оскорбление, унижение нашего Господа и, соответственно, Духа Святого, то, что говорят, например, свидетели Иеговы, что это сотворённый ангел, в некоторых местах пишут даже Иисус Христос, а в скобочках аркангел Михаил. А Дух Святой как некая такая особая святая энергия. И иудеи не понимали этого учения в основном своём. может, часть уже пророков Божьих, часть, например, сильных мужей Божьих уже имели некое представление, как сам Давид говорит, сказал Господь Господу моему. Понимаете? То есть сказал Отец Иисусу Христу вседиодесную меня. То есть он называет Иисуса Христа, Сына Божия, фактически тоже уже Богом. Сказал Господь Господу моему. Но в целом Израиль не понимал. Многие сейчас есть лжеучителя и лжеучения, которые тоже идут корнями к иудаизму, братья и сёстры, к фарисийской ереси вот этой. И орианство тоже, что было основой вот этого учения святителя Игова, орианство ещё было в 4 веке, это тоже фактически шло корнями к фарисийской ереси. Это первый столб, чёрный столб фарисийской ереси, непонимание божественности Христа. И второе это возврат к закону, то есть что нужно соблюдать, мало просто жить по вере, по благодати и точно исполнять новый завет, а нужно ещё исполнять закон, часть закона, в частности, как мы видим сейчас суббота и другие, например, разделение на чистую и нечистую пищу и тому подобное. Поэтому по духу эти комментарии очень близки, это два родственных духа. И поэтому адвентисты седьмого дня, братья и сёстры, это не просто христиане, но которые так заблудились, это тоже псевдо-христианство, их нельзя называть христианами. Это сторонник этой фарисейской ереси. Почему это нужно понимать? Потому что именно псевдо-христианство, оно идёт против христианства, но вредит христианству. Это не просто люди, которые заблудились, наши люди, которые заблудились. Нет, это враги фактически христианства и христиан, как сторонники учения свидетелей Иеговы. Они же идут и специально пытаются забрать среды христианской в свои ряды людей. Они называют, что церковь отступница, а себя называют именно даже не церковью, а организацией. То же самое, что вы понимали. Учение адвентистов седьмое дно и вообще субботники, это тоже, оно несёт опасность для христиан. Есть написано, да, что немощное верие, немощное верие ещё, который не понимает, он ещё по инерции соблюдает субботу, можете принимать, но это немощное верие. Но когда мы слушаем уже учения, когда учителей и так далее, они не имеют право быть учителями, если они ещё немощны. В церкви идёт учение евангельское, идёт некое терпение до времени ещё, вот этих немощных христиан, которые ещё разделяют пищу чистая и нечистая, которые, например, соблюдают там субботу и так далее. Но принимать это учение, прислушиваться и иметь некое сотрудничество с сторонниками от 27-го дня или, например, есть так называют духовные субботники, что даже вроде и пророчества есть, и хрещение, и говорят на иных языках, всё, но ещё внедряют и субботу. Это опасно, это псевдохристианство, поймите правильно. И смотрите тоже, что есть общего. Я говорил вам о том, что также адвентисты седьмого дня в начале отвергали фактически учение Троицы. Радоначальник учения свидетелей Иеговы, он тоже был вовлечён и он начинал, можно так сказать, одни из первых шагов его, в его вот этом чёрном, это тоже так назвал, служении, это именно связь, связь с адвентистами седьмого дня. Часть сформировала его учение, это учение адвентистов седьмого дня. Видите, то, что кажется, более безобидное, оно является своей родой матерью блудного учения свидетелей иегов. А матерь, как правило, как источник, это более даже опасно, чем сама дочь, можно так сказать. Чарльз Рассел, он воспитан при святерянских традициях, Рассел увлекался учением адвентистов седьмого дня, следующая новая дата была названа, 1878 год, что тоже будет приход Иисуса Христа, оно не сбылось, 1878 год, видите, уже другая дата, оно тоже не сбылось, и тогда Чарльз Рассел, он как бы немного разочаровался и образовал, скажем так, свое учение, дал старт своему учению, и в 1879 году он отходит от адвентистов седьмого дня, и создает журнал Сионская сторожевая башня, и в 1931 году сторонники вот этого учения Рассела, они стали называться уже свидетелями Иеговы, то есть мы видим честную связь Рассела с новоположником и адвентистов седьмого дня, и по духу очень, еще раз говорю, комментарий их учения очень близко, они говорят о том, что адвентисты седьмого дня и свидетели Иеговы, братья и сестры, что нет вечных мучений, что душа не бессмертна, что ад, ада фактически нет, это как всеобщая могила, умирает тело, умирает и человек, умирает его душа, это очень опасно. И смотрите, вроде бы адвентисты седьмого дня относятся к христианам, святители Иеговы, псевдо-христианам, но смотрите, у них общие вот эти учения, это очень важно, потому что вера в то, что, как и написано четверо Слово Божьем, что будут вечные мучения, вечная жизнь и вечные мучения, верят сторонники адвентистов седьмого дня, например, что, ну а кто будет достоин, спасется, а кто не спасется, что с ним будет, а просто сгорит как листик, вот и все, то есть ничего страшного, как бы уснет и на том конец, никаких мучений, но это очень сильно расслабляет человек, очень сильно, понимаете, это очень легкомысленное отношение, понимаете, это очень сильно расслабляет человек, то есть повезет хорошо, ну не повезет, ну уснешь там или сгоришь как листик и все, ну никаких вечных мучений, но это же ложь, я вам зачитаю Слово Божьем, что сказано, сам же Бог мира да светит вас во всей полонте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа, то есть отчетливо разделяется, дух, душа, тело, и еще я вам зачитаю притчу Иисуса Христа, но сразу вам хочу сказать, братья и сестры, все притчи Господа Иисуса Христа, они взяты с реальной жизни, он не горел людям некой выдумки, некой фантазии, но на что-то и горит, некоторый человек был богат и одевался в порфиру и весон и каждый день пирша стал блистательно, был также некоторый нищий именем Лазарев, который лежал у ворот его в струпьях и жал на питаться крохами, падающие со стола богача и псы приходили и лизали струпья его, в мире нищие тесен был ангелом на лоне Авраамны, умери богачи похоренили его и Вадий, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и Вазапив сказал отче Враме умилоседись надо мной и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени сем Авраам сказал чадо вспомни что ты получил уже доброе твое в жизни твоей а Лазарь злой ныне же он здесь утешается а ты страдаешь и сверх всего того между нами и вами утверждана великая пропасть так что хотящие перейти отсюда к вам не могут так же оттуда к нам не переходят умер нищий и не уснул и умер богач и отнесел был в ад а нищий на лону Авраамова последующему уже это уже и есть рай братья и сестры сказано что между адом и раем большая пропасть и он горит и он возопил и ему тяжело богачу за то что он согрешал они просто уснул и они говорят не буду очень так подробно рассказывать потому что есть немало пропований в этом направлении еще раз говорю можете посмотреть пропований о море мертвых там более подробно рассказано но казалось бы вот это христианское течение но как бы свои но немного заблудились адвентистов седьмого дня вот это свидетели иеговы псевдохристианство а смотрите как бы похоже они мыслят в очень важном вопросе потому что еще раз говорю прямо есть связь очень большая это два родственных духа как бы можно так сказать два два брата вот эти религиозные духи свидетель иеговы адвентистов иеговы это идет от фарисейской ереси и то что вам зачитали места списания братья сестры и еще раз еще раз напомню вот это откровение было что бог дал мне чуть ли откровение что это два подобных два подобных родственных духа когда я читал комментарии адвентистов их учения и свидетелей иеговы это два родственных духа поэтому и адвентисты в целом даже субботники это сторонники фарисейской ереси очень опасного заблуждения который еще раз говорю оно не просто является некой ошибкой а учение которое идет против христианства и сторонники этих направлений они могут ввести в заблуждение христианства ослабить христианство украсть даже христиан в свои скажем так в свои ряды забрать поэтому не нужно смотреть на это просто знаете вот свидетель иеговы да это опасно а вот антидиси седьмого дня это наши люди но немного которые заблудились нет братья и сестры еще раз говорю можно если человек желает прийти с адвентистов седьмого дня там с духовных субботников там в ряды пятидесятников евангельских христиан вы можете принять но как немощного поймите но не дать ему слово там проповедовать и так далее пока он не осознает что не нужно обременять законом себя мы спасаемся по вере и по благодати по новому завету и относиться очень осторожно к адвентистам седьмого дня фактически я так в краткой форме вам объяснил так же с такой же опаской как как и сторонником учения свидетелей Иегова это поможет вам в этом бодрствовать и быть твердыми наш Бог Отец Сын и Дух Святой Аминь Сын и Дух Сын и Дух Сын и Дух Сын и Дух Сын и Дух